Итак, продолжаем. Что сейчас проходит? Ночь. Ну, мы зализываем раны. Зализывайте раны. Спим. Крысь, может, посмотрим, что там за крылья. Утром посмотрим. В процессе... Вам всё перевязывают. Тебя, вообще, там чуть ли не доносят. О, спасибо. На руках. Настает утро, вы просыпаетесь, и вы понимаете, что на местах раны не собираются затягиваться. Ну, это какое-то заражение. Чё-то мне не очень хорошо. Тебе очень херово. Я тоже покусываю. Доктор еле ходит. У тебя нога тоже гноится, начинает. Вот. Тут доктор говорит, ну, наверное, пришло время испытать мой агрегат. Подождите, доктор. Я согласен с вашим утверждением. Ну, может, вы слышали чё о таких вот непонятных фигнях? Может, давайте препарируем одну из крыс? Узнаем новое. Да подожди, мне тут чё-то хлируется. Серова совсем. Вы можете заняться это вместе с моими помощниками. В общем, она вам рассказывает такую историю. То есть... То есть, чё у неё там за агрегат? Он бы... Не, ну вот же всё, оно там будет. Узнаю. Там? Там-то тоже будет, нет, на агрегате. В общем, ну, скажем так, с необычными проявлениями болезней, в этой местности она сталкивается, ну, не первый раз. Вот. И... Она наш изобретатель. Вот. И она изобрела такую штуковину. Она её назвала... Тут это надо прочитать. Так просто нет. Эфирно-волновой агрегат доктора Линкс для аннигиляции эманации смерти. Он там нарисовал? Экспериментальная модель номер 9. Нет, просто название. Вот она его так назвала. А для аннигиляции чего? Эманации смерти. Эманации смерти. Я бы очень подозрел. Я бы к этому отнёлся, значит, предыдущие 8 пациентов как-то не дожили все же. Доктора тут совсем неадекватные. Вот. Это... В общем, собственно, почему Эбен Эзер Сноу вообще её заметил и... Потому что она разрабатывала вот такое устройство, которое может, ну, лечить необычные болезни, скажем так. Вот. И он... Он выступает её спонсором. Он спонсирует и она его изобретает. А, ну, в принципе, хороший человек. Вот. Это... Это уже экспериментальная модель номер 9. Не уверен. А, вот. Эээ... Так. Вот. Она говорит, что дальше я не в силах. Я предлагаю попробовать... Вот то, что они на крысах эксперименты стали. Вот это всё ерунда. Вы шепчемся. Я... Я знаком с капитализмом. Ты сам лечишь. Сам распространяешь. Ну, мы их сейчас исследуем, конечно. Мало ли, может, что интересное найдём. Ну, да. Следы. А я, что, к ней на стол пойду, пока вы будете её снять. Суть, что, будет десятый аппарат. Там... Там не сто. Она, короче... Ну, понятно. Короче, если хотите, она вам его покажет. И расскажет, как она там... Эта фигня... Да, рассказывай. Вот. Я хочу знать, что со мной будут делать. Вот. В общем, в гараж она выгоняет своего осла. Там в углу стоит такое устройство... Непонятная с кучей там всяких проводов и так далее. Пыхтит она. Я туда не пойду. В общем... Это херово мне, конечно. Вокруг неё создаётся что-то типа ауры такой. Вот. Ну, это вот как она рассказывает. Оно должно работать. И... Оно типа сразу всех лечит. Аое такое. Аое такое. Аое, да. Она типа лечит. По площади. По площади, да. То есть, тебе там не присоединяет ни электродов такого, ничего. То есть, она только... Касаться этого я не буду. То есть, да? То есть, по свету. Зверь. Зверь. Ударю. Да я и так уже почти труп. Вот именно. Ладно. Они терять нечего. Я пойду в это. Прибор. Он согласен. Но она тоже собирается. Может она тоже больная. А, ну на третью очередь. Она сама тоже больная. Она тоже больная. Но они ее же тоже укусили. А, да. А, нет. Нельзя ее первый. Ты первый. Нет, ну чё. Если ты помрешь, она может это улучшить, а ты нет. Ладно, все идем. Вот. Вот. В общем, вы заходите в этот... Нет, начало он. Да, я захожу. Да, вы с ней заходите. В сарай. В общем, этот сарай. Здесь стояла ее вот эта штучка такая. Здесь еще дверь куда-то. Там типа подсобки наверное что-то. Вот. Здесь эта штука. Ну, в общем, вы заходите. Ну, покусали только вас, поэтому... Меня тоже. Ты идешь с ними? Нет? Да иду. Куда деваться? Ну, заходите вы втроем. Просто я в очереди третий. Да, она сразу на всех действует. Ага. Ну, ладно. Печально. Я хотел... Да, я худой такой с счетами. Вот. Феликса пытались выпустить. Он вот валяет. Да, где она? Он уже встал наверное. Она подходит к нему. Начинает четко варяться там, настраивать. Интересненько. Вот. Запоминай давай. Да, я запомнил. Вот. Вон. Вся эта штука начинает пыхтеть. И раздается громкий взрыв. Вот. Вас отбрасывает к стене. Да. Она взрывается. Крыша у сарая не поднимается. Она поднимается и говорит, заст по 100 долларов. Здесь вот стену вообще снесло. Нифига себе, док. Все нормально. Доктор. Доктор, мне кажется... Так это должно быть, да? Вас... Нормально так по... Потрепало. Вот. Но... На удивление симптомы этой болезни прошли. Ох. То есть она подействовала, но шарахнула. Но вроде бы лучше стало. Мне кажется, что у вас ненасыщенный конденсатор левого диффузиона. Доктор, головой ударился, а? Я такие слова еще не слышал. Доктор, доктор, но нет... Нет, она не должна так работать, но... Я кое-что поняла, она то сработала. Все, она достает блокнотик. Он так чуть-чуть обуглился. С одной стороны. Начинает что-то писать. Уже она начала работать над 10 моделью. Доктор, надо сначала исследовать предыдущих крыс. Мало ли мы узнаем, откуда они пришли. А что там за стеной? Я же вам разрешил. Изучайте, пожалуйста. Вместе. Только с вами я могу исследовать этих крыс Подожди, подожди, а что там за стену у вас? В общем, вы там, пока вы разговариваете, вот, вы видите, как из этой, вот здесь вот, ну, темно, что там было Крыса Вот, вы сказали, такая, даже, короче, человек в форме крысы То есть огромная крыса такая Крыса-люд Крыса-люд, хватай его Пойдемте, доктор, пойдемте Крыса-люд Я че, один опять буду с ним это? Ну, винтовка у нее на стене, она ее хватает И начинается бой И начинается бой Вот, что даже, как всегда, все происходит А сразу бой? Да Ну, ладно, потому что крыса такая А че, там бежать следовало, к ним, что делать? А вы даже не знаете, что там крыса Ну, там шарахнуло, нормально Она, короче, там провода погрызла, эта крыса, и взорвался аппарат по этому, наверное Так, ну, нет времени болтать, я стреляю Нет, ну, не инициативу Нет времени болтать, это с твоей инициативу Да, давай, инициативу доставай Так, ээээ... Крыса, это тоже дикая карта Это этой Докторша? Докторша А последняя ходит? Ээээ... Вови... Ну, это крыса Нет, вот это докторша, это крыса Ты вначале дал девятку, это крыса А это доктор, да По-моему, нет, ну ладно Да, да Во, первый Крыса, это тоже... Пофигу, коп деледжер Давай Скажи ты, у меня всегда стоит тебя То есть ей наносить три ранения Бтыщ Да босс Да плевать, бтыщ Че, мне куда деваться Да щас быстро застрелим Давай Не подкачай Не подкачай Эээ... А, ну попал, да Четыре Попал, ну... Да, теперь... Протестай, главное Урон Сколько? Оп Ну, тут перебрасывай Дальше Дальше Нет, там 2D6 Здесь четыре, например Ну, кидай Десять Шесть Шестнадцать Ну, я думаю, там Два Восемнадцать Восемнадцать Урона Это сколько... Ты че шутишь? Выше Не знаю Так, и урон Сейчас, подожди Смотри, почему восемнадцать Было шесть 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 и четыре Проверяются Урон Два И два И два И два Шесть шесть, два Четырнадцать Плюс четыре Двенадцать Плюс четыре Двенадцать 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 Минус пять Тринадцать Это на... Еще два урона По четыре На сколько привыкли На три На три Она умерла Сразу С одного Доктор, вы такие Доктор Доктор Вы там Ну, он знает, куда стрелять Он просто случайно попал прямо в глаз Прямо в глаз Прямо в глаз Вот, она падает И... Постепенно превращается в человек О, как То есть она такая... Человек с правитом глазу А у вас всегда такие... Ситуации Я не знаю, кто это Кто это вообще Вы в округе таких Раньше не видели мутантов? Нет И его на операционный стол Хорошо Хорошо Подожди Ну, они откуда-то взяли здесь эти крысы Кто-то их сюда привел Кто-то пытался подставить И вы хотите здесь оставить детей? Он там в полу тьме лежит Надо его осмотреть Хоть посмотреть Давай, идем смотреть Что за... Черт Калибр Калибр А где? Вот Долго вспоминаю Вы... По карманам там Пошмонали Документы Так вы голые мужики Голые мужики Голые мужики Не, в одежде Видимо в ошметках Сейчас покажу Вот туда Вот такой вот Кричатой рубашечки, короче Вот, и после этого Он превратился в человека Вот Вы понимаете, что вы его видели Когда вас выводили Из Поместья Вашего нанимателя Энгенезер Сноу Когда Густав У нас Не он наниматель Да Ой Этот Ну первый Сэнфорд 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 Вот Когда его помощник Выводил вас Вы видели этого человека Там После того как с вами распрощаться Помощник Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ никому не говори и вот так что подождите все но вскрытие покажет мутации происходит на каком уровне на гену займись доктор займу не не ты не понимаешь здесь мутации это магия тип того магия как здесь представлена что дух вот этот монету он взряется в человека изменяет его то есть это ну как не вирусное что-то это вот а у крыс что духе грубо говоря да это духе они жестокая такая же фигня они когда умерли вы рассмотрели они нормальными стали крысы то есть это грубо говоря дух не вселился осталось самое делать и когда вы убиваете дух уходит и он превращается мелочь признак куда вставляется монету это к шаману это к шаману позовите шамана так мы прибежали нашу шаман нет шаман да поможем прибежал шаман но нету ну когда у нас тоненько станет он разговаривать колдун старая давай четыре уверенные сюда 4 давай нормально 10 минут может что в этих крысах на рис вот в этого мужика автор гайки в эту ты же разбираешься в манитуб 10 минутная пауза ничего не даст ну я в разных духов духов по какому признаку духи выбирают давай сжег для втяжения что я знаю типа миру с духи сами не определяют то есть обычно духи если определяют жертву дому единичная если все происходит происходит в таком количестве значит у им кто-то приказывает то есть либо кто-то заключил с ними договор но как мертвого да он уже не здесь скорее всего но я могу вот этот мужик только что помер мы я его только что застрелил давно насколько я понял я только что застрелил попробуй поговорить мало ли мы чем когда все мне то есть план то что вот ну блин он может быть у сознание мало ли может 10 случайные приступы вот это 10 это вот так да 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 так расскажи что хочешь он попросил меня поговорить с духом умершего но как бы смысла я в этом не вижу то можно мы со своими духами может да потому что духи витая я не разбираюсь ваших духах я могу спросить совета у духов их видение вообще и посмотреть вот эти потоки которые направляют этих духов наверняка не знают какие с какими из них заключались какие договора у нас явно здесь какой-то эпицентром это вот спиритизма спиритизма хорошо я прохожу знахарство тогда я сейчас я думал тут от игры сейчас уже пойдет здесь уже общаться с духами ну и дело вот и как здесь оставлять детей да никак такая шляпа творится а куда и деваться у нее сейчас крыса тут сейчас узнаем подожди все до самых торопилей сожжу фишечки тут смотри получается серо это переброс со штрафом синяя это переброс без штрафа красная это добавление кубика и он еще не получает фишку но он из за синюю не помогал на серу но я да с красная добавлял а синий переброс просто через рерол до серого в ахе нет синие это чисто рерол а красный это эври гол не у меня спирит и есть спирит и пару отрядов этих самых садников колеечных они клевые и ходить лохмоть и да 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 летающие летающие там нинька нинька клевая и все я им просто как союзников на сдачу обычно то есть вот у меня есть основная армия и мне там сколько-то очков союзников можно было взять я обычно вот эти запихивал волососы запихивал клоны а ну у черепада будет но они хотя бы по той книге они комбились с этими с дозрайтлами со скелетами а сейчас я не знаю будто не комбится ли нет в легионах нагашек не очень надо все не зайти в общении у тех даже которые у меня вот эти спирит с хост и эти не тоже писалось что можно книги если прошли обновление ворскоров то они уже тоже короче книги легионы нагаша написано вы можете в регионы нагаша брать все юниты указаны в этой книге а в этой книге не указаны призраки по мне это вообще не больше не спиритов не вот этих он никого один ну да зачем уже так как говоришь с духами да что давать 77 и так ну все это вообще не с духами опять же понимаешь какой ты там вводишь себя в такой транс некий транс да и тут тебя посещают ты уже сам не замечаешь как там пляшешь скачешь все вышли естественно смотрят твои не отдай пляшет тут тебя посещают видение вот первое видение ты видишь огромное огромное существо такое на тонких ногах на тонких длинных ногах все в тумане вот она очень ну такое костлявая тонкая и держит в руках косу большая длинная коса уменьшенная черепами картинка меняется вот ты видишь человека в длинном коричневом костюме плаще длинном коричневом плаще широкополая шляпа вот он поворачивается лица его не разглядеть но на его шляпе его шляпа украшена крысиными черепами вот все это снизу подхватывает огонь исчезает следующее видение вот ты видишь как огромные стаи крыс вот вначале гора с нее спускаются огромные стаи крыс прям вот наваливают просто все в них вот и в какой-то момент они останавливаются и разворачиваются вот и так немного взгляд переводится ты видишь человека держащего губную гармошку все это опять перемею перед это лоится так и потом ты видишь человека видишь его сзади он в черном костюме тройка вот не перебивай в смысле сзади жилетку не видно хорошо в костюме черном костюме не важно вот в черном костюме становится на одно колено зале и возле него втыкается кусок косы ну вот сзади ты видишь вот опять такое все расплывчатое и все пожалуй да вот 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 такой мороз теперь ты вспоминаешь еще для себя что вот это существо это когда ты увидел ты вообще чуть ли холодным потом не покрылся потому что это то чем ну можно сказать пугали тебя в действии ну и вообще шаманов это один жнецов его зовут глад 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 да ну жнецы это самые могущественные из монету ну монету это и типы слуги они самые самые могущественные из злых чуваков короче который это я как бы ему рассказывать ничего не знаете вот и ты знаешь о том что твои предки давным-давно вот эти жнецы они не он не один их там несколько это что-то типа садников апокалипсиса вот они там вот такие вот они пытались торгнуться на землю есть мир духов вот в котором существует как духе природы так монету так и эти вот и твои называют их еще земли охоты шаманы и есть наш мир вот эти могущества ну вот эти вот чуваки жнецы пытались торгнуться в наш мир с помощью своих слуг более мелких демонов монету вот но шаманы общими усилиями предотвратили это вот то есть ты вот примерно но и об этих жнецах не слышно не видно уже много-много лет было вот ну как то так это все что ты знаешь его что тебе приведет шаман ты как нормально может помочь ему там чем травки там какие-то привожу про дорожник там а у меня что уже прошло за на перекастовывать поговорить ну в общем-то ожидаемая так и думал что шаман ничего не узнает своими вот этими песня песноплясками все решает старина кольт кому я представим салям тихо тихо он чуть говорит а идет сколдователем салям что ты там увидел скажи что скачем салям да блин ну так зачем так рисовать умеешь рисует ну на песке там начал рисовать корова с клюшкой тихо 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 шляпишь до косой его зафигачили рядом упала это коса и на ней черепа ты говорить крыс 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 черепа крыс черепа крыс черепа крыс чувак в шляпе коса там рядом упала на коне на коне на коне это не понять апокалипсис белый не понять белый такого нет вот этого понятия что вы понимали вообще об этом не знаю представить не может такие шнецы есть и так далее для вас очень сложно реально ну я ничего не понял что он там нарисовала зачем нам солим ехать из этого непонятно ему надо сейчас примерно сделать выводы из тех видений и я уверен принять как вы что жители заставлять нельзя но это да да мне кажется что-то линк скрывает детям здесь вот что он нарисовал случится агрегаты у нее там непонятные эксперименты взрывы мы забираем детей доктор куда залим приют к этому как призвал что вот везет до снова не солен а где он да это я смысле взболтнула это он в порланд едем с детьми к сноу да 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 ну здесь оставлять их ну точно нельзя у вас тут аномальная жара жара неприятность происходит хорошо не жить очень интеллигу ну гений зачем ты же плотник я плотника не могла нас отпустить тебя не поняла тебя но она прекрасно знает потому что он ее спонсирует и как бы она отзывается о нем как хороший человек так я захожу в комнату к детям говорю детишки собирайте монатки едем дедушки с я вам по дороге расскажу собираетесь вот же вам здесь понравилось да а он главный на эти места вот это как доктор она хорошо его знакомая она она да короче я главного сын он еще не поправился мы его возьмем собой я доктор и лучезарно приложим подорожник это к самому отторолинцу лучше лечен не заслужил авторитета а сэм тогда остается здесь довечиться и потом присоединиться к вам нет мы заберем заберем калючь всех заберем зачем нам калючь ты хоть бы постеснялся детей ну доктор или кто я-то вообще вот здесь вот пиццеллический усик я не буду очень злой ну слушайте он дурачок я его застрелю сейчас просто он доведет меня или ногу прострелит нет это шутки ха-ха-ха сейчас придет ваш доктор тихо титом агавк моя научить там агавк моя научить ловить белка едем в общем они долго вы их уговариваете я не все-таки не едут но соглашают ну потому что сэма они не хотят собой опять то есть если своем оставить они соглашаются с вами у меня есть замечательная телега со всеми условиями я могу положить его к себе доктор линк согласна если сэм останется куда она отпустит больного ребенка она будет за ним остается пусть остается у нас еще 12 остается мы вернемся за ним папа мне напомнил знаешь это мальчик пойдем мой фургончик мы не знаем какого черта мы туда едем но мы едем и где вам этого хрена искать как он там билиал священник один обычно на город светлый человек светлый человек возможно но это другой хорошо так едете вы я достал дробовик задолбался наконец-таки да он не всегда в телеге ну слушайся бессмысленный человек который ходит с дробовиком везде знаешь едем такие самые дети такие и тут Вова как дробовик достал так и Вова едет впереди на телеге с дробовиком И labour is working on! Они не все что что Это тамагавк то учи там тамагавкам так ну либо чтобы не затягивать year можно было там что-нибудь случилось по дороге торговик колесико ломалась вы его чинили чинили У нас есть плотник Но уд pł許 это затягивать игру не будем поэтому прибывайте в Сален Салем, ну, погруппнее городок, чем вот в том, в котором вы были. Ну, не Портланд, конечно, но городок нормальный. Вот вы, ну, приехали в Салем. Да, вывеска такая. Велком к Салем. Население 10 человек. Пум! Вывеску стреляет. Вот так, по приколу. Детечки были вообще обескуражены. Минус патрон. Я не таки... Минус патрон. Еще, еще. А теперь, ну, конечно, все зависит, но мы не продумали один момент. Надо найти мужика, куда-то разместить детей и остальное. Да разберемся, сейчас в гостиницу зайдем. Ну, ищем трактир. Ну, вывеска, то выстрела. Либо никто не слышал, либо никто не обратил внимания. В общем. А это точно Салем? Может, это Сайлен? Сайлен? Сайлен. Вот тут есть, я видел. Где он тут? Сэнт. Нет, нет, нет. Наверху там. Сакрамэнто. О, Сакрамэнто. Подмышка дьявола. Гаморра. Санта Феда. Шинь-хан. А вообще, где? Где нырёв? Долина смерти. А, вот Салина. Но это не то. А где Салем? А, вот Салем. А, вот Салем. Исплохненно все. Да, вы вот сюда приезжаете. Да, Салем. Ну, вот приехали вы. Ну, дальше что? Ищем гостиницу. Железную дорогу. Подожди. Детишек можно со мной на природе оставить. Чтоб за них никто не спросил. А вы идите. А мы идём сядь Белиалов. А, у вас сразу будет куча вопросов. Куча детей сядь. Да, да, да. Каждый идёт. Так, вы там лагерь разбиваете и ждите нас. А мы каждый идём сядь. Я, который привез ней в первоклассных скаутов. Вильзевула искать этого пойдём. Белиалов. Белиалов. Каждый идёт по своим трактираму, узнаём где Белиалов. Может, шанс встретить больше. Если каждый в своё место пойдёт. Кто-то в церковь, кто-то в кабаках. Если человек священник не лезь, сразу пойдём. В церковь пойдём. Какой тракт? Мало ли сколько. Идём в церковь. Идём в церковь. Ладно, придёт идти в церковь. Давай в церковь. Давай в церковь. Вот, в этот церковь. Кто пошёл? А кто пошёл-то? Все мы идём втроём в церковь. А дети? А дети с шаманом. С шаманом они идти с шаманом. Он их там... Учит скаутчиками. Учит травы курить. Костёр развёл, обдолбил они всё. Ну, всё-таки завоевали уже доверие детей, они более-менее. Тем более, шаман вообще самый первый прибежал. Он там всем помогал. Поэтому шаману они любят. Он такой для них смешной. Шаман с детьми где-то за городом смешной. Они пальцами у него тыкнут. Да-да-да. Он такой смешной для них. Я бы в такую церковь покосить крестов бы не пошёл. Это точно сайлент. Вы походите в церковь и тут в бои сирена. Ооо, Ахаха. Ооо. Уаа. Так, ладно. Ты иди отсюда. Нет, Феликс уже... Эдмондр иыч ушёл. Да, в общем... Вот, подожди, подожди! Надо же кcialечку имечка имечь. Да где я? Я не знаю. Там дрыщ есть с счетом. Это я. Да, в общем, вы под �чезды к церкви. Нет, я дрыщу с счётом. Верни дрыща с счётом. Где дрыщ, с счётом. Нет, это я. Меня остав... Дверь, естественно у неё открытый. но я иду с дробовиком вот в адресе считаю со счетами у меня все нормально я с патронтажем будет все нормально я и в общем вы там в церкви народа немного там буквально 2 2 человека сидят там знаете как куча лавочек вот там священник вот он видит вас приветствую дети мои чем могу помочь неподобный белял нет нет бальтазар бальтазар а вы знали такого человека крысолов там крыс лавил помогал окружающим людям выводку не он почил на наших глазах но мы знаем что он направлялся к вам у него в руках книжка как погиб погиб при загадочных обстоятельств при исполнении на него совершили покушение вот этой пулей может вы знаете вот этими вот этой мятой пойдемте ну в общем вот там у них же есть подсобные помещения рассказывайте поподробнее что за пулей не знаю я такие первый раз вижу ну мы рассказываем ему всю историю да вы ему расскажете всю историю он вам рассказывает другую историю о том что как он вообще познакомился к салам то есть но его долгую жизнь я опущу в общем он его брат довольно богат он держит нью-йорке есть много магазинов вот и он на волне вот этого всего дела начал вести ну довольно распутную жизнь в общем такую бесшабашную и брат священник священник а священник сам священник да вот он это было в юности вот и он спутался как он был с дьяволом вот но благодаря крысолову то есть он с ним познакомился но крысолову тот направил направил грубо говоря на путь истины что это зло с ним связаться не надо и так далее но он чуть ли он там долги не влез и так далее вот после этого у них завязалась дружба то есть они довольно плотно дружили с ним и после этого он решил пойти на праведный путь стал священником вот сейчас он занимается тем что ищет способы борьбы против жнецов он изучает старые книги он заинтересовался вашими пулями все из ним все вы спросил все что можно было такой некий профессор для борьбы с нечисткой профессор такой такой ванхельсинг преподобный ванхельсинг а зачем хотел вам привезти детей ну потому у него есть приют детский вот так сейчас он занимается в и ну изысканиями вот этими и его спонсируют очень много организаций в том числе даже техасские рейнджеры с ним сотрудничают то есть он такой ну очень много вот нет проект проблем у него у него в приюте действительно нет потому что все деньги которые приходят он лично все контролируют и все деньги которые ему отдает на приют он все на содержание ну дал вам так рассказывать вот у него есть приют вот и так как красавов его хорошо знал что у него есть приют и так с детьми хорошо будут относиться он вел их к нему а где дети собственно дети в надежном месте нам нужно удостовериться что здесь безопасно ну чё мы будем верить давай проверим я думаю да а где этот приют находится ну мы же не можем просто так обещать я покажу все конечно пойдем ну мы идем да вы приходите в приюту ну там показывает все рассказывает но вы зная рекомендую с коллегами зная тот приют вы тут позадавали кучу вопросов и так далее посмотрели как дети живут детьми действительно да за ними ухаживают они едят то есть ну это действительно хороший приют он за ним следит и все там ну чё айда тогда завоза им мы не заплавим нам денег не дадут совесть то дайми ну воздаст совесть конечно дело хорошее а вот еды не принес на могу предложить тебе 17 долларов а там 200 дают за каждого проще тебя пристрелить спокойно конечно проще но это не точно так вы посмотрели приют ты с детишками посмотрели вы что вы прям прием это все обсуждаете вы хоть что-нибудь говорите он на этом отошли сторон по всей видимости он это прям слух блин говорил придел нет он вас аппаратура приносил при нем где дети вы сказали да вы приходите рассказывать о том что персонал приносите куле говорите о том что детей спасал где дети покажи детей хотят ну чё мы его там мы в сторонку отошли и решали боится с жнецами то есть если нападут кому первый кнут ну он он вел вас вы ничего не знаете он вел вас чуть-чуть в курс дела о том что жнецы это некие такие сущности злодейские которые пытаются проникнуть в мир и вот эти все чудовища которые ходят слухи но они тщательно скрываются на самом деле все правда это все так и есть и он пытается по возвращению все равно придется отчитываться спросим у него что он то сказал что мы туда будем возвращаться спросим у вас я думаю мы наживем все проблемы сэфорда сапфорда как хорошо понимать да давайте про него я чуть не дождался если пока мне дошли я пьего спросил баба можете меня спрашивает преподобного священка вы знаете что нибудь про бенезер сноу и про как его мистер сэнфорда что вам неизвестно он говорит что да я арчибальд сэнфорда арчибальд сэнфорда он говорит да я знаю о них в лесопилке ну и насколько я знаю у них у обоих приют и то так же я слышал я лично с ними не общался но я слышал одни только хороших значит никаких подозрительных тухов о них нет нет а это дети и одного из их приюта да не важно да да арчибальда одного из приюта да странно странно что сбежали или странно что от арчибальда вроде я а почему сбежали но их там заставляли воровать говорят хотя его вороков или зачем это арчибальда так вот один женщина так может быть это воля была этих его деньжищами кстати надо будет вернуться туда к этой женщине отдать компас забрали еще нет надо узнать что мы здесь нашли не надо деньги это не сама очень странно видите да да я вот думаю вы все остальные странно видите этот мир не так как вижу его я если что вас двое а возможно и трое один я вижу америку когда должна выглядеть америка между прочим знаешь ли так давайте посуществить открыто америка это выяснили кто жил там кто до открыли нет нет наш пульки карты все он стреляет и играет или он всех подставляет стэнфорд не игрок это тот если бы он играл он уже давно лишился своего состояния да и насколько я знаю он вообще всю эту мистику фигнистику не верит нормально этот второй снова снова его я знаю еще хуже насчет него можете поговорить с доктором линк я знаю линкс я знаю что он спонсирует там в деревне лиц вообще полная творится фигня монстры лезут из всех монстры уходит крысы кусают люди в крыс превращаются вообще надо ехать туда и посмотреть что это мы там были поехали поехали туда приехали всех помочь дети я надеюсь не там не одетеста мы их там не оставили один раз где делят а вы так настырь на детей хочет не удивились что он как бы священник католический он спокойно говорит про женицов про всю эту штуку как еще должен быть ученым в то время как не звучит он смысле нормально это совмещает да все он же борется типа просто и как уже успехи по борьбе но священника репутация не ну я то лично я не беру раньше и стреляю их особо их убийство не знаю тиханских рейджер спросите встретить и спросить все знают а вот вообще не причем может тиханским рейджером отдадим детей давайте давайте делать не это давайте квазии короче отдаем детей скоро вернемся да мы уходим за вазии подготовка вы приходите это здесь уже с закрытыми глазами нам в деревьях нам агатки сюда и там соленья рога я спиливаю я впечатлил такой костер при помощи труда и навоза разводит объясняем как можем вазии но это все в порядке но объясняй объяснили все объяснили что все ну рассказали что я значит вазия а он там нарисовал хотя вы все слышали вазия объясняю я просто и быстро есть священник слышал что про жнецов шаман всего не так зовут неважно такие черты вот он исследует сам поклоняется дьяволу а при этом прикидывается священником его одежда ну там говорят игрок продал все деньги писалов его спас это дело я раскуриваю трубку одежда белая белый воротничок описываем священник не тот человек изведите такое платье с белым белым у него есть приют нормально обычный они просто даже не посмотри не попросили описание они выглядят одинаково не знал священники ладно хорошо у него есть приют дети содержатся хорошо при церкви я думаю всякая некость не имеете доступ к церкви настоящим церквям веди к нему с детьми детей же мы не бросим конечно ну вот вы приходите он увидел детей говорит я очень рад что с ними все в порядке стопе вазия вот этот человек где мои кто сию мы ржем таки это нормально так дома наверное хорошо хорошо не обращать внимание вот вот Субтитры создавал DimaTorzok